Из-за несоблюдения нормы безопасности, полагаясь на любимый русский авось, на водоемах Брянской области гибнет большое количество людей. Жертвами купального сезона в этом году стали уже несколько десятков человек. Статистика в последнее время улучшается. Видимо, это связано с увеличением легальных пляжей и улучшением материальной базы ГИМСа. А значит, спасательных средств становится больше. Однако цифры по утонувшим по-прежнему очень велики. По состоянию на сегодняшний день на водных объектах Брянской области 23 происшествия зарегистрированы. Из них это трое спасенных людей и 20 людей у нас погибло на водоемах. Если по месяцам разбить, то у нас один человек утонул в апреле месяце, 8 человек погибло в мае. Май отметился все-таки всплеском гибели из-за того, что аномально теплая погода была. И по состоянию на сегодняшний день у нас получается гибель 11 человек. Не могут совладать с водной стихией, как правило, люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также отдыхающие, которых настигли в воде, судороги или переохлаждение. Среди причин и винты моторных плавсредств, катеров или гидроциклов. То, что большое количество трагедий происходит на диких, то есть запрещенных пляжах, не случайно. Но в таких водоемах не исследовано. Могут настигнуть сильное течение водовороты. На поверхности нет ограничительных буйков. И главное, в таких местах не оборудованы ни спасательные, ни медицинские пункты. 35% людей гибнут в состоянии алкогольного опьянения. Основная у нас гибель все-таки не детская, слава богу. Основная гибель у нас, которая происходит на воде, это гибель с участием, скажем так, людей в состоянии алкогольного опьянения. Среднестатистически погибший, мужчина среднего возраста, в состоянии алкогольного опьянения. И, как правило, происходят случаи такие, они казусные, но, к сожалению, вот это вот все происходит. Например, сидят на берегу четверо мужчин, употребляют спиртные напитки и остаются втроем. А вспоминают о четвертом только лишь тогда, когда у нас оказывается, что рядом никого нет. Закончилась водка, и его рядом нет. А он, оказывается, пошел за водкой в ближайший населенный пункт, там утонул. Сейчас на территории города действуют шесть полностью оборудованных пляжей. Скоро будет открыт еще один на озере Орлик-5. К слову сказать, основная масса утонувших – это отдыхающие на непригодных, запрещенных для купания пляжах. Несанкционированных мест у нас, к сожалению, тоже очень много. И рядом с нами вы можете находиться из правительной колонии номер один, где тоже отметилась гибель людей, залив на нефтебазы. Но на заливе наунефтебазы, сразу хочу сказать, что город проявил заботу о своих гражданах и сделал, открыл в данном месте пляж. И также у нас большое количество происходит случаев на улице Калинина, то есть нашей набережной, начиная от понтонного моста и вниз по течению практически до Черного моста. Как правило, в критической ситуации, особенно дети, редко, когда будут звать на помощь, у тонущего человека дыхательные пути уже закрыты. В них вода, поэтому кричать он не может. Известны случаи, когда дети гибли прямо рядом с родителями. Если купальщик неожиданно затих, судорожно хватает ртом воздух и вертикально находится в воде, его срочно нужно спасать. И помните, что купаясь, особенно в одиночестве, в местах, не разрешенных для этого, без профессиональных спасателей, шансы выбраться живыми на берег очень невелики. Татьяна Глазова, Евгений Седачев, События Брянск.